Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске шоу Холостяк с Тимати, шестой выпуск, краткий обзор. Шестая серия началась с завтрака с тремя девушками. Это Лара, Кристина Кустова и Катя Голден. Все эти три девушки получили по черной розе в предыдущем выпуске. И у них, так сказать, завтрак на вылет был. Посидели они мило, покушали, пообщались. Во время завтрака Тимон, кстати, обратил внимание, что Лара такая хрупкая и худенькая, но при этом очень много ест. Он даже как-то насторожился. В общем, после завтрака он взял черную розу у Кристины Кустовой и выкинул и сказал, что ты продолжаешь участие. А остальным двум девушкам приказал ехать к дому, где он их уже стоял и встречал. То есть такой серьезный момент. Он им не стал сразу говорить до свидания, решил их еще немного покатать по Дубаю. В общем, приехала сначала Катюша Голден, он с ней постоял в зубы, позаглядывал, поунижал ее немного и отправил. Она расстроилась и поехала. И тут уже как бы начали вот эти прощальные титры, музыка драматическая, все как мы любим. После чего подъехала Лара, он сказал, Лара, сорян, ты так много ешь, я столько не готов на тебя тратить, меня это пугает. Возможно, когда-нибудь ты меня так можешь сожрать, поэтому сорян, прости, но ты едешь домой. Следом за Катей Голден он отправил и Лару. Я подумал, ну нифига себе, сразу минус две участницы. Но это же Димон, острый момент, ты сами понимаете. И тут снова возвращается к машине Кати Голден. И он сказал, ну что, обоссалась малая, ну я так немножко над тобой издеваюсь, просто ты меня кумаришь, поэтому оставайся еще в шоу, я еще поиздеваюсь над тобой. И Катюша осталась, но Лара таки уехала домой. Ну и здесь, конечно, ожидал еще один мега сюрприз для кого-то, но для меня, конечно, это не было удивлением, поскольку мы помним, когда Мария Лобанова уходила, он ей дал золотую розу, тем самым объяснив, что ты можешь вернуться в проект в любой момент, когда ты захочешь. И я ждал, что вот она вернется. И, собственно, Мария Лобанова вернулась, чему девочки, конечно, были очень рады в кавычках. Я думаю, теперь шоу будет поинтереснее, потому что Маша еще та сучка, скажем так. После того, как Лара уехала домой, Катюша униженная вернулась в дом и к ним присоединилась. Маша Лобанова, все девочки пошли готовиться к вечеринке. На этой вечеринке они пожарили бургеров, Тимон здесь не мог не отрекламировать свои бургеры. Посидели, поиграли в мафию, собственно, как всегда, ни разговоры ни о чем, да и разошлись. Также у него еще было одно свидание с Алисой из Лондона. Видимо, у него такой комплекс Наполеона, и он тянется к высоте. Сходили они вместе с Алисой, погуляли, пообщались, попили вина, и на этом все. Вообще, меня, конечно, удивляет, шестой выпуск, и до сих пор нет ни одного поцелуя. Наверное, мама не разрешает. По-другому я объяснить этого не могу, но, возможно, он боится заболеть той самой веселой болезнью, которую сейчас страдают многие люди. Потому что, как можно за шесть выпусков до сих пор не устроить никаких поцелуев? По-моему, уже парапорно делать, а они все еще ходят, как пуританцы, играют в дывоглядки. Ну, в общем, и здесь наступает самая главная интрига вечера – церемония роз. И здесь Тимон снова нас решил удивить. Он сказал, что сегодня не будет роз, раздал им карты для участия в мафии, на которой должна была быть нарисована либо роза, либо же ничего. Собственно, вы понимаете, да, если там роза девушка переворачивает, значит, она остается. Если там нет ничего, то, соответственно, она отправляется домой. Когда дошла очередь снова до Катюши Голден, она уже понимала, что что-то тут не так. Она перевернула карту, естественно, там ничего не было. Он поулыбался, порадовался и сказал, Катюша, ну вот и настал твой звездный час. Я просто не хотел тебя отпускать одну. Я хочу тебя еще немножечко поунижать при всех, поэтому вот тебе получай и давай вали домой к себе в Бостон. В общем, Катюша вслед за Ларой отправилась домой. Минус две участницы. Все остальные девушки перевернули карты, у них там оказались розы. Ничего интересного, кроме Любаши татуировочной. У нее тоже карта оказалась пустая. Она поняла, что отправляются домой. Но Тимон предложил ей нарисовать розу самой. Собственно, она это сделала. И тем самым он объяснил, что она остается. Такие вот острые моменты. Вместо поцелуев мы сидим и рисуем розочки на бумажках. Почему бы и нет. Дядя Тимати 37 лет. Шоу холостяк. Стоит на расстоянии трех метров, боится к кому-то подойти, потому что мамка не разрешила. В общем, шестой выпуск закончился. Минус две участницы. Это было мега скучно и неинтересно, поэтому даже нечего обсуждать. В шестой серии шоу холостяк с Тимати покинули Лара и Катюша Голден. Но зато добавилась еще одна участница. Мария Лобанова. И я думаю, теперь будет что-то интересное. Но, по крайней мере, я надеюсь, что Маша устроит какие-нибудь уже бои, интриги. И будет как-то повеселее. Но в любом случае время покажет. Всем спасибо за просмотр. Хорошего всем вечера. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока.